привет друзья вы на канале только в плюс по давно уже сложившейся традиции обычно в начале нового ролика я дополнял некоторыми подробностями материалы предыдущих видео но после выхода фильма питер париж чужие среди нас это канва событий была нарушена из-за болезни кстати если кто-то почувствует недомогание заходите на вкладку канала сообщества где я опубликовал уведомления о банане и фикусе под этим постом накопилась реально уникальная информация советами от зрителей по способам лечения профилактики и быстрейшего восстановления пользуйтесь на здоровье и я очень благодарен всем тем кто старался мне помочь после вынужденной почти трех недельной паузы я постарался побыстрее выпустить ролик минск взгляд по-новому а в планы этой неделе вмешался каирский парад мертвецов поэтому легкого взгляда назад на прошлые темы не получилось вернуть к традициям канала не для того мы их заводили чтобы самим же их и нарушать но для экстравагантности пойдем в обратном порядке дотошные зрители спросили ладно что-то там почувствовал а где ты увидел открытие портала увидел я его на этих кадрах присмотритесь лучи прожекторов сошлись в одной точке на обелиске образовав своеобразный световой занавес но даже через него пробивается загадочный луч бьющий прямо из вершины обелиска а на его навершии точно нет никаких прожекторов в этом можно убедиться по этим кадрам любой источник света установленную подножия не смог бы обеспечить такой эффект было бы видно его отклонение от вертикали вспомнилось вот такое видео для на церкви какое-то прям свечи свечения ну да как красиво прям фантастика какая-то обалдеть да правда видишь толк какой-то стоит прям да да облаками им пролетают смотри и правда перед колокольни стоит основное здание храма с большим куполом а-ля ротонда поэтому объяснить это явление только игрой света и тени не совсем получается тем более рядом есть и другие объекты постройки и деревья но ни один из них не отбрасывает такой длинной тени удивляет на этом видео именно протяженность и не изменение по фокусу луча темной энергии он не расширяется и не сужается как это обычно бывает при игре света и тени кстати иногда перекачка гаваха может идти не только через портал иногда ее могут забирать своеобразные танкеры помните вот это нашумевшее видео над красной площадью ему уже более 12 лет кадры прошли бесчисленное количество экспертиз и признаны подлинными для их компрометации в сеть были запущены многочисленные подделки из-за чего степень доверия к этому видео у зрителей была многократно снижена а проведенное официальное расследование выдала такой диагноз оптическая иллюзия вызванная отражением света от боковых прожекторов зеркале льда залитого на красной площади открытого катка правда в отчете не уточняется как эта иллюзия сделала пирамиду в небе не только с ровными углами и гранями но еще и заставила ее вращаться выехали объеден там быстро сейчас я вообще вижу оттуда будет видно с той стороны может высоко висело вроде вот тут летом какие-то культовские ряды стоят наверное Что-то новость сегодня была про арок, тут разгоняются туч, может быть, это связано с этим? Установили. В то время таких теорий еще никто не выдвигал, а сейчас рискну предположить, что 09, 12, 09 в небе над Мавзолеем осуществлялась операция по перекачке пси-энергии. На корабле случилась нештатная ситуация, из-за чего стелс-технология работала не на всю мощность, но все же работала, объект был полупрозрачным. А теперь вернемся в Каир. Задержимся на стоп кадре с дрона. Здесь видно, что по внешнему радиусу площадки с обелиском на площади, по которой практически полный круг проделала вся процессия катафалков, установлено 8 мощных световых излучателей. Давайте их соединим прямыми отрезками, учитывая, что энергия от точки к точке двигается по прямой. И что мы получаем? Октагон. Уже хорошо нам известный по разбору Парижа, где мы установили на примере нескольких объектов, что такая восьмиугольная фигура и является частью портальной установки. Кто-то из зрителей писал, а чему вы удивляетесь, египтяне отдали дань уважения своим царям. Ну, во-первых, это не их цари, и это уже давно не те египтяне. А во-вторых, дань уважения они бы им оказали, если бы после такой пышной церемонии захоронили. Они снова выставили в витрине на показ. Мое удивление было бы меньше, если бы данное мероприятие ограничилось улицами Каира, но в прямом эфире к этой мистерии подключились и другие значимые объекты Египта. Дейр-эль-Бахри в Луксоре. По сути являющийся комплексом зоупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила. Гиза. Место некрополя четвертой династии Гизы, который включает в себя пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Большого Сфинкса и несколько кладбищ строителей пирамид. Особенно в этом месте удивили танцующие египтянки с металлическими конструкциями на голове, в определенный момент своего передвижения образовавшие шестилучевую звезду. Ну а про льва с человеческим лицом я вообще молчу. Ступенчатая пирамида Джосера. Здесь танцовщицы были облачены в облегающие костюмы, напоминающие то ли змеиную, то ли крокодиловую кожу. Улыбнул треугольный бассейн в вестибюле нового здания музея. Идеальное водное зеркало для египетской скульптуры фараона. И вот эти штучки повсюду. Здесь. И здесь. И вот здесь. А вот снова. Найдя схожую геометрическую фигуру, читаю. Усеченный октаэдр. Шестиугольная бипирамида. Вот так фокус. А все думали, просто объемный логотип мероприятия. Это не только провоз мертвых царей и цариц по городу. Это еще и мощная египетская мистерия на самых старых кладбищах страны. Кого пробуждали? Кого вызывали? Какой результат планировали? Я думаю, об этом мы узнаем очень скоро. И еще. Борта Катафалка кажутся однотонными. Но присмотревшись поближе, обнаруживаем вот такой рисунок. Такие же узоры нанесены на дорогу с определенной периодичностью. Но самое интересное. Именно такой же узор Алексей Заяц снял рядом со старообрядческим кладбищем в Сочи на растяжках трассы Формулы-1. Где Сочи? А где Каир? Вот это конструкция. Вот оно кладбище. Вот полукруга пойдешь. Мы сомневаемся в нашей силе. С недоверием относимся к способам и методам противодействия или информации о камне. А тем временем твари и их адепты ни в чем не сомневаются. Используя не только специально возведенные или переделанные объекты, а также специальные геометрические фигуры, надписи, руны и иероглифы, узоры и рисунки. И у них все работает. Так почему у вас такие сомнения к таким же способам и технологиям, но уже развернутым против системы? И еще одно забавное событие, пробивающееся по тому же коду 44. Очередной, уже восьмой выпуск телешоу «Маска» второй сезон. Я делал детальный разбор первого сезона и объяснял причину победы «Маски льва» над «Маской оленя». Ссылка в верхнем углу экрана. А сейчас в явных лидерах сезона идут такие интересные персонажи, как змея и крокодил. Итак, вечером 4 апреля змея порвала зал композицией «Гуляй! Шальная императрица». Неплохая аллегория для присмыкающейся, правда? Но оказалось, что это была своеобразная увертюра перед выходом крокодила с песней Джеймса Брауна «This is a man's world» из-за постоянных страйков от Ютуба не смогу вам показать видео. Захотите увидеть – придется погуглить. Но смысл мизанцена таков. В центре поет крокодил. Четыре мужчины в разных образах на крестообразной сцене. Дикарь из пещеры. Рыцарь. Дворянин в военном мундире. Бизнесмен. Во время песни около всех мужчин появляются женщины, вдохновляющие и направляющие их. Ближе к финалу четыре красотки собираются на одном подиуме. И полный эпик происходит в тот момент, когда крокодил и мужчины преклоняются перед ними. Прикольно. Четвертого числа четвертого месяца в Каире четыре царицы. И в это же время четыре обожествленных женских образа в Москве в Останкино. У нашей группы возник только один вопрос – а где же красотка самого крокодила? Ответ был найден – а она на подиуме. Все эти четыре королевы красоты являются воплощением одного женского образа, перед которым и склонился сам египетский бог. Ну а косность и узость английского языка, где человек и мужчина звучит одинаково, дает абсолютно другую трактовку тексту этой композиции. Вот смотрите, я прочту перевод, просто по ходу чтения буду заменять слово «мужчина» на слово «человек». Это человеческий мир. Но этот мир ничего не значил бы, не будь в нем женщины. Человек создал машину, чтобы передвигаться. Человек создал поезд, чтобы перевозить грузы. Человек создал электрический свет, чтобы видеть путь в темноте. Человек создал лодку для воды, как Ной создал ковчег. Это человеческий мир. Но этот мир ничего не значил бы, ничего, не будь в нем женщины. человек мечтает о дочках и сынишках человек радует их потому что создает для них игрушки и после того как человек создал все все что мог он зарабатывает деньги чтобы покупать у других это человеческий мир но этот мир ничего не значил бы не будь в нем женщины он потерялся бы в пустоте он потерялся бы в горечи вот еще о чем подумайте наш мир отформатирован в основном под патриархальные устои во всех социальных политических и религиозных аспектах 90 процентов святых героев и известных людей мужчины кого из женщин можно назвать равной христу или будде гагарину или наполеону майклу джексону или шаляпину не обижайте женщины я сторонник того что без вас никакого бы развития вообще бы не было но у меня давно возникло ощущение что вас специально задвигают на второй план здесь мы можем спорить до хрипоты но объективная картина в мире именно такая можно найти тысячи причин от воин до функции деторождения но у меня в голове вертится еще одна мысль ведь сама система гаваха очень часто заточена на откачку энергии через женские образы некий геккаты кали родины матери статуи свободы и и же с ними сотнями заполнили именно ключевые точки передачи так может вся эта кутерьма и затеяна для того чтобы на частотах женских образов не было никаких помех и работа системы по своим женским реперным точкам осуществлялась наименьшими помехами и сбоями по египетским событиям и указал только на самые значимые следы работы системы демиурга дополнительных доказательств и фактов предостаточно но перечислить их все в рамках уже двух роликов на эту тему нереально поэтому у вас есть возможность проявить свой дух искателя и даже на продемонстрированных кадрах самим их обнаружить о результатах ваших исследований можете написать комментарий кстати на эти выходные пришла информация завершение проекта маска в украине победу одержала маска солнца солнца не может быть подумал я наше солнце не могло победить в явном проекте системы но достаточно было увидеть пару фото маски чтобы понять это не наше солнце а их любой человек которому не сообщает название маски по легенде проекта увидит в ней что угодно но только не солнце самый частый ответ от независимых экспертов насекомое и в завершении рассказа о незатронутых в предыдущем выпуске моментах связанных с каирским парадом события которое очень легко постоянные зрители нашего канала увязали в общую событийную цепочку но как далеко вы продвинулись своих наблюдениях давайте я вам покажу насколько может быть глубока кроличья нора но не обещаю что в сегодняшнем погружении мы достигнем дна так как информация как только наша группа копнула и в том направлении просто зафонтанировала и так 4 число 4 месяца завершение золотого парада мумий в египте код системы 44 на 6 день от начала каирского обряда случается смерть филиппа герцога эдинбургского супруга английской королевы елизаветы второй кодов системы в этом событии слишком много и любой здравомыслящий человек поймет что таких случайностей просто не может быть и за уши ничего притягивать не надо все и так на виду приступим дата смерти филиппа 9 число 4 месяца этот день является 99 днем года умер герцог в 99 лет и 9 месяцев своего полного возраста по правилам англиканской церкви похороны пройдут на девятый день просто парад девяток ах да это важно элизавета вторая приходится троюродной сестрой своему почившему супругу тема инцеста в королевских правящих кланах на протяжении многих лет прекрасно раскрыта в исследованиях алексея зайца ссылки на его канал и ролики по данной теме в описании адепты системы в течение длительного времени делали все возможное чтобы соблюсти так называемую чистоту своей голубой крови теперь о других фактах 9 апреля является кодовым днем во многих событиях связанных с английским престолом перечислю несколько ключевых смерть английского короля эдуарда 4 кстати его останки находятся там же где будет находиться забальзамированное тело филиппа похороны королевы матери в 2002 конечно же ее тело находится в семейном склепе здесь же в часовне святого георгия виндзорском замке принц уэльский чарльз и камилла паркер болс обвенчались виндзорском замке 9 апреля 2005 года напомню для чарльза это второй брак после принцессы дианы часовня святого георгия виндзорском замке это не только место свадеб и отпеваний королевских особ это и место их захоронения список венциносных тел захороненных или находящихся в саркофагах и склепах запросто может претендовать на список приличного сельского кладбища они живут женятся плодятся умирают и складируют свои отработавшие скафандры в одном и том же месте виндзорский замок пахнула духом легенды о замке дракула но какие цели и задачи могут ставить перед собой адепты системы ведь веселый парад кодов организовывался явно не для нашего развлечения с цифрами далее начинается предположение не подтвержденные железными фактами поэтому принимать эту информацию или отбросить ее как слишком фантастическую решать исключительно вам еще раз напомню все события разыгрываемые перед нами являются отлично поставленным и заранее спланированным спектаклем принять альтернативную теорию развития этих событий вам удастся только если вы перестанете делить мир на белых и черных если вы поймете что все фигуры на шахматной доске управляются одной рукой трансплантация органов наверняка об этом вы хоть что-то слышали а трансплантация души но если только фантастических книгах и фильмах а если предположить что это реальность что один из могущественных мире монархических кланов следить не только за чистотой своей крови но и за эксклюзивным набором селективно выведенных и обученных душ и так наша сказка начинается у елизаветы второй царствующей королевы великобритании и королес содружества из виндзорской династии а также верховного главнокомандующего вооруженными силами великобритании верховной главы церкви англии главы содружества наций у действующего монарха в 15 независимых государствах австралии антигуа и барбуди багамских островах барбадосе белизе гренаде канаде новой зеландии папуа новой гинеи сент-винсенте и гренадинах сент-кице и невисе сент-люсии соломоновых островах тувалу и ямайке фу что-то я запыхался но зато становится понятен масштаб постановки так вот у королевы и филиппа родилась четверо детишек чарльз принц уэльский анна королевская принцесса принц эндрю герцог йоркский и принц эдвард граф уэссекский чтобы не запутаться в королевских родовых связях подробнее поговорим о веточке этого царственного дерева по линии чарльза принца уэльского маме чарльза совсем не нравилась диана но учитывая родовитость клана девочки семью спенсеров она дала согласие на брак в котором родилось два мальчика принц уильям ныне герцог кембриджский и принц гарри которого не только в семье но даже в прессе называют генри ныне герцог сасекский в их лице английский престол обрел два превосходных экземпляра королевской породы ну а маму которая по-прежнему не нравилось королеве и очень нравилось народу списали я был в париже на месте аварии из всех мест на планете для леди ди выбрали именно это столицу смерти воистину пословица сработала на все 100 увидеть париж и умереть долго рассматривал мемориал пламя свободы пытаясь уловить связь между дианной и странной конструкции это золотая хрень пламя а слово свобода это чтобы закоммутировать этот факел с факелом сначала парижской а потом американской скульптуры богини смерти и ночи основание колонны пирамида миллионы туристов за год подходят к этому энергетическому пылесосу вспоминают скорбят пишут записочки оставляют подарочки вешают замочки многие плачут создавая необходимые мысли образы и эмоции скважина гаваха работает эффективно но вернемся к породистым английским жереб ссори английским женихам старший не оправдал надежды женившись на простолюдинке давший тройное и не лучшее по качеству по внутренним стандартам монархического клана потомство а вот с младшим мы наблюдаем перформанс высшей пробы скандалы разоблачающие интервью сопри уинфри развал монархической семьи отъезд канаду затем в америку и главное народ всему поверил но как эту ситуацию видим мы давайте поговорим о жене гарри меган маркл ее цвет кожи и цвет кожи ее матери стали причиной многих кулуарных разговоров которые само собой доходили и до ушей простых обывателей а все ли здесь так однозначно американский генеалог гэри бойт робертс провел исследование на основании которого установил что отец меган является потомком короля англии эдуарда третьего между прочим строителя часовни святого георгия виндзорском замке вот так совпадение согласно его выкладкам предком меган по линии отца был преподобный уильям скипер который в 1639 году эмигрировал в бостон сам уильям скипер был потомком одного из сыновей эдуарда третьего лайонеля герцога кларенса таким образом меган приходится дальней родственницей своему мужу снова небольшой инцестик так что дети этого союза гораздо более подходящие так сказать под высокие требования английского престола оцените сами фото первенца пары где младенец арчи как две капли воды похож на своего папу в этом же возрасте но сюжет достойный мелодраматического сериала а возможно и фильма ужасов продолжает держать зрителей в напряжении смерть филиппа вновь собирает королевскую семью вместе правда в неполном составе гарри прилетает на похороны деда а вот меган остается в америке с полутора годовалой марчи она снова беременна под ее сердцем бьется сердечко будущей девочки ситуация ровно такая же как и в 2002 году когда проходили похороны королевы матери елизаветы ангелы маргариты боус лайон как я уже и отмечал похороны которой проходили 9 апреля в тот момент леди сирена алейна амстронг джонс графиня сноуден тоже беременна тоже девочкой и тоже не в первый раз она является супругой дэвида альберта чарльза амстронга джонса второго графа сноудена сына принцессы маргарит графини сноуден родной сестры королевы елизаветы второй кстати принцесса маргарит скончалась на 7 недель раньше своей матери и в отличие от традиции английского двора была кремирована а ее прах размещен в могиле ее отца короля георга шестого таким образом семейном склепе после 9 апреля 2002 года собралось семейное трио король георг шестой королева мать и пепел их дочери принцессы маргарит запомните данную информацию это важно мы скоро к не вернемся и так что мы предполагаем на день похорон филиппа что закрытой части церемонии будет осуществлен древний мощный обряд по трансплантации души усопшего в тело еще не рожденной девочки для этого нужно соблюсти ряд условий некоторые из них мы можем заявить первое рожденный ребенок должен быть назван честь умершего это кстати часть наших прошлых магических технологий о них очень подробно рассказывал александр пыжиков по словам ученого если в роду кто-то неожиданно погибал и его тело не захоранивалась на родовом кладбище то он переходил состояние заложенного покойника к телу которого оказывалась привязанной душа для ее освобождения и возможности реинкарнации в семье погибшего следующего ребенка называли его именем как бы открывая возможность душе занять новое тело второе для трансплантации души не подходят первенцы это должны быть последующие дети третье и самое неприятное для обряда нужен эмбрион человека скорее всего из числа родственников непрямые доказательства начну с конца 2015 году при переносе тело шведского епископа 17 века его ногах между икрами были обнаружены останки эмбриона человека на пятом шестом месяце развития очевидно он был мертворожденным проведенной генетическая экспертиза установила несомненную родственную связь между телами скорее всего это дед и внук разумных доводов зачем тельце эмбриона было положено в гроб уже мертвого епископа у ученых не нашлось предположу что при рокировке душ душу живого эмбриона беременной женщины привязывают к мертвому эмбриону используя его как своеобразный контейнер а душу старшего покойного родственника трансплантируют в освободившееся живое тело далее рассмотрим схожую ситуацию на похоронах 9 апреля 2002 года использовался ли здесь родственный эмбрион доподлинно установить невозможно но непонятная кремация меган дает косвенное подтверждение того что в контейнер с ее прахом мог быть спрятан и такой страшный клад который напомню находится в семейном склепе в ногах у георга 6 и королевы матери королева мать родина мать похожее звучание не правда ли простите отвлекся давайте теперь поинтересуемся именем родившейся девочки спустя несколько месяцев после скорбных событий для английской короны леди маргарита элизабет роуз аллейна амстронг джонс читаем энциклопедии имя маргарита она получила в честь бабки по отцу принцессы маргарет а второе имя элизабет в честь прабабки королевы матери умерших незадолго до ее рождения ну прям по пыжикову все сходится и что спросит дотошный зритель весь этот цирк с мумиями устроен ради этого смерть герцога его переселение в новое тело не знаю система любит сложные многоходовые варианты и возможно часть событий еще впереди но эти легко вписались ее коды ах да в день похорон 17 апреля открывается для посещения мавзолей ленина прикольно винзоре одного покойника закрывают москве другого покойника открывают и еще в июле 2020 года у меган маркл случился выкидыш ну а дальше думайте сами и кстати вас не смутило такое большое количество мертворожденных в списке королевского некрополя впервые нашей группе удалось как нам кажется сыграть на опережение событий именно в будущем мы сможем либо подтвердить наши теории либо понять что мы ошибались завершение сегодняшнего выпуска повторно публикую часть ролика геноцид человечества недавно удаленного ютубом как мне кажется именно из-за этих рассуждений смотревший его отключайтесь и до новых встреч желающий пересмотреть и разобраться чем же я обидел демиурга приятного первого или повторного просто